Саран-саран, с вами Ри Ран, и это дайджестский поп новостей. Хёна и Чунхён планируют свадьбу. Жара, Сиу, Ватербомб, фестиваль, парадио-разговоры о двойных стандартах. А Хён из Baby Monster зачукали девочку со всех сторон, нам есть что обсудить, поэтому об этом и кое-чем другом прямо сейчас поподробнее. Полетели! Хёна и Чунхён планируют свадьбу. 11 октября сообщили нам об этом инсайдеры. Информация была такая. Они дружат уже долгое время и понимают трудности жизни в индустрии развлечений. У них сильное доверие и сочувствие друг к другу. После того, как они стали парой, я думаю, они решили пожениться из-за своей уверенности в любви друг к другу. После того, как пресса попыталась связаться с агентствами, значит, агентство Чунхёна сказало, а мы не в курсе первый раз слышим, но уточним информацию, сделаем заявление. Тем не менее, агентство Хёны достаточно быстро ответило положительно. Я процитирую. Хёна пообещала выйти замуж за Ён Чунхёна, так как эти двое были большими источниками утешения друг для друга в трудные моменты. В октябре они планируют свадьбу в кругу близких друзей и начнут новую главу своей жизни. Они, конечно же, благодарят за всю ту поддержку, которую Хёна получила ранее от своих поклонников, просят благословить на это событие в будущем. И я сейчас не хочу останавливаться на всех тех скандалах, которые у нас были с вами накануне, потому что плюс-минус свое мнение по этому поводу я уже высказывала. Я уже говорила, что я доверяю Хёне и ее непосредственно выбору. Каким бы Чунхён ни был, мы не можем знать всего. И, конечно же, я хочу пожелать им удачи в подготовке к этому событию. Эйс! Эти ребятушки, жарко любимые, у меня на каналах и мной непосредственно, не так давно выпустили трек, который получил название Supernatural. Я посмотрела клип без вас, ребята, простите. Боже, они там так танцуют, они такие там славные, у них такие там мордашки. Хочется разглядывать и разглядывать. Но, честно говоря, история не про это, а про то, как ребята выпустили овердафига ремиксов и поломали чарт iTunes. И сейчас собирают очень много обсуждений по поводу манипуляций чартами, все дела. Рассказываю, ребята выпустили трек, называется он Supernatural. Помимо него еще 4 разных ремиксов вошло в альбом, что как бы многовато. Тем не менее, бывали всякие разные случаи. Чаще всего артисты записывают, например, фиты с кем-то, да, для того, чтобы увеличивать количество ремиксов. Но это был не тот случай. И самое интересное, что 7 июня ребята выпустили альбом. Называется он так, Supernatural Remix Wall One. И туда вошло в 12 также абсолютно разных ремиксов на песню Supernatural. Это не все. Через неделю ребята выпустили WoW 2, второй альбом. И туда вошло еще 8 ремиксов. Я думаю, если вы сможете, вы получите 24 ремикса, что извините, чего? В такой короткий промежуток времени. Но это еще не все. Потому что ребята выпустили также WoW 3. И туда вошло, внимание, 28 ремиксов. Еще дополнительно. Как это сказалось на чартах? Вы сейчас обалдеете. Значит, 44 и 49 место в чарте iTunes Top Son в США. Заняли их английская официальная и корейская версия. А дальше пошли ремиксы, которые заполнили чарт с 50 по 100 место. Единственная песенка какая-то там смогла вот так вот вклиниться. Непонятно каким образом. И вы посмотрите, какую картину мы видим. Люди вспыхнули. Говорят, а ли что происходит вообще? Это явная манипуляция. Более того, я хочу сказать, что иногда ремиксы или разные версии в некоторых чартах, в некоторых сводках считаются как одно. И прослушивание, стримы и все остальное суммируются в единую кучу. Но вот в некоторых, значит, ремиксы и песня оригинально идут как две разные композиции. Но вот таким образом заполнил собой просто весь чарт. Естественно, люди не могут не заметить Ace. И поэтому поклонники говорят, алло, правило, имени запрещено, почему нет? Это своего рода реклама. Каждое агентство по-своему пробует продвигать своего артиста. И я хочу подписаться под каждым словом и сказать, да, я люблю Ace. И я считаю, что они недополучают внимание, несмотря на их феноменальный, колоссальнейший талант. Я рада, что агентства пробуют разные пути решения. Не стандартные, те, которые не опробовал никто ранее для того, чтобы продвигать мальчишек. Я думаю, что в ближайшее время эту тему пофиксят какими-либо правилами. Потому что иначе это превратится в какой-то дурдом. Чарты будут заполнены клонами, песнями. Но с другой стороны, пока что эти правила не были введены. Я хочу сказать, что очень здорово, что ребятам удалось привлечь к себе внимание за счет вот такой вот многоходовочки. Ваше мнение я буду ждать в комментариях. А Хюн это участница Baby Monster. Не буду останавливаться на предисловиях, как она дебютировала с опозданием все дела. Тем не менее, одна из самых ярких участниц, которая привлекает к себе максимум внимания. Не только тем, что ее любят и ожидают, а тем, что она еще и самая экспрессивная на сцене. Не так давно девочки выпустили композицию, называется она Forever. Да, вот так называется, вспомнила. И другая их также музыка. Они активно сейчас выступают, продвигают все дела. И мы можем видеть, что Ахюн на сцене более динамичная. Люди обратили на это внимание. И даже целые треды появились, где люди говорят, что она нарочно это делает, чтобы привлечь к себе внимания больше, чем остальные. Или что это показывает ее непрофессионализм. Она сильно выбивается из команды, что она как будто бы не командный игрок. И это очень плохо для коллектива, потому что командная работа важна, в принципе, при сборе команды выступающей. И все дела. Короче, после того, как ее начали даже немножечко ее же поклонники опускать по этому поводу, она поменялась. Ребята, это какой-то капец, я не ожидала увидеть эти статьи, где уже непосредственно говорят, смотрите, Ахюн теперь выступает как все. И вы знаете, в этот момент я хочу сказать. С одной стороны, да, я согласна, Ахюн действительно во время выступлений зачастую выбивалась. Но ее эспресси, на нее было приятно смотреть. Также еще акцент на том, сделаю, что она танцевала как раз в этих партиях, которые приводятся в примере, немножечко впереди. А остальные девочки сзади. И мы можем видеть, что, в принципе, манера танца у Ахюн немножечко своя, да, специфическая, как и, собственно, у каждой девочки. Своя есть манера. Но когда она танцует более динамично и не видит остальных девчонок, а в это время девочки, например, наоборот, танцуют чуть более расслабленно, чем обычно, получается еще больший диссонанс. И я думаю, что, в принципе, указать на это было правильно. Но, скорее всего, со стороны тех же постановщиков, которые с ними работают, и немножечко сбалансировать девчат. Но вот этот вот хейт, который возник и заставил ее выступать, как все, так сказать, да, я смотрела, и я не видела жара. Я видела единый такой смазанный в одно целое коллектив. И, может быть, да, действительно, Ахюн теперь не выбивалась, но мне крайне жаль, что мы теряем ее индивидуальность. И я, наверное, лишний раз задумывалась о том, что, блин, Ахюн реально, наверное, ей стоило дебютировать сольно. И, возможно, компания именно этого и хотела, что она очень тяжело работает. Собственно, она слишком выделяется из команды. Она выделялась, наверное, еще со времен шоу непосредственно. Ну, то есть тем, что многие смотрят чисто на нее, и она как будто бы затмевает остальных девчонок. И, возможно, как раз-таки Ян Хюн Сок хотел дебютировать отдельно группу, а потом чуть позже непосредственно ее. Но поскольку отдельно группа не привлекла к себе достаточно внимания, было решение ее добавить в коллектив для того, чтобы, ну, типа, спасать проект, что-то вроде такого. Мне очень жаль Ахюн. Я хочу, чтобы она самовыражалась. Мне очень нравилось смотреть на ее выступления. По крайней мере, ее сольные фан-камы я смотрела с удовольствием. Но, возможно, да, действительно, чуть-чуть бы нужно было сбалансировать, а не просто сделать ее одноликой вместе со всеми. Напишите мне по этому поводу. Соединенные Штаты Америки в судебном порядке отклонили заявку хайп, когда те попросили предоставить информацию о некоторых пользователей в сети, в частности, в Твиттере. Да, для того, чтобы вести судебное разбирательство за клевету, за оскорбление и всякое разное. Немножечко ранее, например, у нас в Старшип точно так же обращались через суд, получили доступ к Соджан, или как там ее зовут, да, к ее айпишникам, для того, чтобы определить, что это за человек. И вели судебное разбирательство. Мы с вами обсуждали по поводу той самой победы в Унионе. Многие радовались тому, что, ну вот, кажется, все сдвинулось с места, и теперь люди, прикрываясь Твиттером или Эксом, да, на дальний момент, не будут считать, что я могу делать все, что угодно, и мне за это ничего не будет. Суд на Штатах сказал, что мы не хотим, чтобы всячески эксплуатировали, собственно, нашу судебную систему со стороны частных организаций Южной Кореи. Если этот запрос будет непосредственно от полиции Южной Кореи, тут ступят в силу наши взаимоотношения между Соединенными Штатами и Южной Кореей, наши договоренности и так далее. Короче, взяли и резанули, да, шанс компании напрямую обращаться непосредственно в суд для того, чтобы получить эту информацию. Естественно, это все очень сильно затянет процессы, и мне кажется, это неправильно. С другой стороны, я понимаю, что артистов много, агентств много, и, возможно, пошел огромнейший поток непосредственно в судебные органы Соединенных Штатов Америки, чтобы те разбирали, стоит ли отдавать этого человека, так сказать, на суд и казнь пользователя их Твиттера или нет. Пусть разбирается с этим полиция Южной Кореи, и если они действительно считают, что есть необходимость запрашивать эти данные, то они это решение принимают, они проводят предварительное расследование, предоставляют это уже тогда в органы Соединенных Штатов Америки, и это своего рода служит фильтром. Напишите, что думаете, правильно это или неправильно, как вообще быть в этой ситуации. Кстати, не так давно появилась в сети фотография Сакуры из Лесерафим, это фото было сделано еще до того, как она дебютировала даже в Айзван, и мы можем чувствовать, конечно же, вот тот вот флер японский, мы знаем всю эту историю с сексуальной эксплуатацией в Японии, что там вот очень сильно своя специфика, и многие увидели на фотографии то самое ощущение. После того, как один из пользователей опубликовал трет, собственно, по этому поводу, люди стали активно писать, что, мол, фу, как мерзко. Естественно, что они еще могли писать, потому что вы знаете, как сейчас не жалуют Лесерафим, в частности, как активно действуют всякие боты, блин, и хейтеры для того, чтобы все хорошее или плохое Лесерафим всячески опохабить. Но, с другой стороны, поклонники Лесерафим стали на защиту Сакуры и сказали, зачем вообще автор поста опубликовал это, для того, чтобы люди приходили и сексуализировали Сакру, и это вообще старая фотография, все дела. Я что по этому поводу думаю? Вот все, кто там писал, боже, это что нижнее белье? Нет, это купальник. Но даже если это нижнее белье, алло, ребята, что тут такого? Дженни, вон, сколько фоточек в рекламных кампаниях показала нам в нижнем белье? И чего? Чего? Я вообще не понимаю. Купальник, нижнее белье, камон. С другой стороны, поза может быть что-то. Да, конечно, давайте снимать девочек в купальнике, пока они копают огород. Ой, мне кажется, я предложила кому-то классную идею. Или, я не знаю, чистят унитаз. Нет, конечно же, такие фотографии снимаются с либо какой-то сексуальностью, либо еще что-то. Поэтому я не вижу какой-то большой проблемы в этой фотографии, как минимум. Более того, вот этот вот блюр, ко мне фотография попала уже именно такой, она как будто бы и создает то самое пошлое ощущение. Я-то вижу, что она в купальнике, камон. С другой стороны, да, мы знаем, как в Японии это все дело работает. И там просто это все идет по градиенту, да, от конкретных извращений до просто какой-то эротичности. И вот Сакура оказалась где-то здесь, но уже как бы на этой прямой. Поэтому многие люди по этому поводу забеспокоились. Но опять же, это одна из фотосессий, которая была в прошлом. И эта тема никуда не продвинулась туда, в ту сторону. Поэтому опять же, жду ваши обсуждения по этому поводу. Хочу также поговорить про Лису. Лиса Лалиса у нас не так давно выпустила, мы с вами уже обсуждали Rockstar. В прошлом выпуске заговорила про плагиат звезды одежды. Хотела я ускользнуть от этих всех обсуждений по поводу плагиата клипа. Но, видимо, не получится, потому что продолжает усугубляться ситуация. Рассказываю. У нас есть некий режиссер, зовут его Габриэль Мозес. Он много кого режиссировал. И вот один из клипов на композицию Fane. Там можно видеть похожие идеи, похожие решения с клипом Лисы Rockstar. После того, как Лиса опубликовала Rockstar, непосредственно режиссер клипа Fane запостил те самые обвинения. И они даже звучали каким-то образом, типа, ребята, у вас месяц на то, чтобы, собственно, объяснить, как у вас это все получилось. Или там, я не знаю, ответить нам. Возможно, они какие-то запросы отправили им туда-сюда. Но было видно, что те собираются всерьез, вплотную заняться этой ситуацией. От Лисы, от ее агентства и непосредственно от режиссера, который спродюсировал для нее этот клип, никакой информации не поступало. Мы с вами только обсуждали, что Лиса сейчас, по сути, как бы не продвигается. Но, возможно, это связано совсем не с этими разбирательствами, а тем, что на Западе звезды продвигаются не так, как в Южной Корее. Окей. Но после того, как появились жаркие дебаты по этому поводу, естественно, блинки встали на защиту Лисы. Было и много, ну, типа, экспертов, да, которые высказывали свое мнение и говорили, подождите, но ранее уже подобные трюки использовались до клипа Fane. И почему тогда они не обращаются и не жалуются на то, что Fane это использовал продюсер непосредственно, да, как его там, Габриэль, да, Мозес. Поэтому люди говорят, ну, это несправедливо, нет, это все неправильно. Короче, захейтили, забулили, пожелания смерти и всякое разное ощутил на себе режиссер клипа Fane, который заявил, собственно, против Лисы ее творчества. Тем не менее, на данный момент времени он опубликовал еще одно сообщение, прочитаю. Они обратились к моему редактору, чтобы поработать над этим, ну, над этим моментом, видимо, кстати. И Fane был ссылкой. Он сказал нет, и они все равно это сделали. Наслаждайтесь остатком дня. Перевожу на понятный. Типа режиссеры, продюсеры клипа Лисы обратились к редактору Габриэля для того, чтобы помогли те реализовать тот самый момент с движением камеры, изменением лиц и все такое. И они говорили непосредственно, вот у вас в клипе Fane такое есть, мы хотим себе точно так же. Но режиссер, вернее, редактор отказался, а они все равно это сделали. Я хочу уточнить один момент. Подождите, отказ редактора не означал, что они должны отказаться тоже от идеи. Они, получается, просто не получили помощи в реализации, собственно, вот и весь вам откат. Поэтому такая себе претензия. Тем не менее, конечно же, я так понимаю, что каждая из сторон видит эту ситуацию по-своему. И то, что непосредственно Fane был референсом для клипа Лисы, я думаю, что он был одним из референсов. Точно так же, как и для клипа Fane были другие какие-то работы референсом. И вряд ли это была какая-то эксклюзивная идея. Опять же, хочу ваше обсуждение послушать в комментариях. Давайте еще поговорим про Waterbomb 2024. В Сеуле проходит этот фестиваль ежегодно. Собирает массу обсуждений, потому что помимо вот этих всех поливаний водой в жаркую погоду, плюс артистов, выступающих то ли в купальниках, то ли в очень летних нарядах открытых, да, свой формат такой, который сильно полюбился. Вон Энби в прошлом году прозвали богиней Waterbomb за ее, собственно, энергетику на сцене, скажу вот так. Ее наряд, как это все на ней смотрелось, как она, собственно, играла с публикой, с этой водой, со всем остальным. Вот в этом году у нас опять тема целая коллегия, там собралась артистов. Такой эшелон, ребят. Я публиковала очень много кусочков всяких разных жарких и интересных, просто прикольных в телеграм-канале. Присоединяйтесь, там были обсуждения. Хочу поговорить об одном из моментов, который также активно обсуждался. Так, например, из группы Signature была у нас девочка, участвовала там. Это конкретно Дживон. Вот вы можете посмотреть с ней кадры. И, естественно, когда это все было опубликовано, люди говорят, вот если брать хвасу, даже я видела, вы в комментариях это писали, это сексуально. А вот здесь вот это выглядит пошло. Ну, то есть, ее вот этот вот наряд. И многие сходятся на том, что Дживон-то сама не виновата, что ее так нарядило ее агентство, ее просто заставили. И, скорее бы, она уже разорвала все отношения со своим агентством и смогла оттуда уйти для того, чтобы они перестали ее сексуализировать. С другой стороны, когда, например, появился на фестивале Бэхо, и он сорвал с себя трубашку и продемонстрировал себя во всей красе, тут обсуждения были другого толка, и люди говорили, боже, как он горяч, как он хорош, как классно он себя может продемонстрировать на сцене. И на фоне всего этого появились третьи обсуждения, о которых говорят, почему, когда вот так вот раздевается на сцене мужчина, то он горячий, а если раздевается на сцене или оголяется как-либо девушка, то она бедная, несчастная, ее нужно пожалеть, и ее, скорее всего, заставили. Почему никто не предполагает, что, возможно, ей самой хочется продемонстрировать, ну, как бы, свои изгибы, свои формы или еще что-то. Тут же не идет конкретно про то, что она голая вышла на сцену. Она находится в купальнике, и плюс ко всему ее формы позволяют ей быть сексуальной и привлекательной. Типа, камон, почему нет? Почему вот такие вот двойные стандарты появляются? Если это сексуальность девушки, то это она бедная, несчастная, либо порочная, да? А если раздевается мужчина, то это он класс, молодец, герой, альфа, самец и все дела. Тоже, ребят, хочу обсудить это с вами, хотя, в принципе, темы уже начали подниматься еще в телеграм-канале. Приглашаю вас туда для того, чтобы прям вот в режиме реального времени практически участвовать во всех обсуждениях. На этом хочу еще раз сказать спасибо большое всем, кто поддерживает меня и мои новостные рубрики, и другие мои проекты по кей-поп. И до новых встреч, конечно же, вам, ребята, не сильно жарких дней. Саран-саран, с вами была Ири Ран, люблю вас, целую, пока-пока-пока.